Весь день рассказываю по дому, вчера, кстати, тоже рассуждаю на тему важности, пользы, вреда и всего прочего искусственного интеллекта, который так сильно ворвался в нашу жизнь моментально, и все о нем начали так срочно говорить. Я решил тоже поговорить, но не включая там каких-то новых фич или там опытов применения этой штуки в нашей жизни, а решил посмотреть на эту проблему именно с точки зрения того, а какие риски несет это для нас, для всех. Сегодня утром я открыл интерфейс искусственного интеллекта и попросил его загуглить самые важные, революционные, технологические прорывы в истории человечества. И эти прорывы, собственно, оказались, вот они перед вами, это 8 штук. Изобретение огня, появление колеса, изобретение книгопечатания, изобретение электричества, транспорт, информационные технологии, мобилы и интернет и искусственный интеллект. Только вдумайтесь, искусственный интеллект стоит на одной полке с изобретением огня или изобретением колеса в истории человечества. Если мы проанализируем все вот эти перечисленные в списочке открытия, то каждая из них настолько сильно перевернула жизнь всего человечества, что искусственный интеллект, с учетом того, по какой экспоненте развивается наше человечество, должен перевернуть всю жизнь, ну, просто с ног на голову. И это, с одной стороны, радует и возбуждает, а с другой стороны, очень сильно пугает. Я понимаю, что технологии, это здорово, это помогает нам всем, там, не знаю, лучше делать нашу работу, быстрее делать что-то. Это помогает работать удаленно, диагностировать болячки всякие, это круто. Но давайте помнить о том, что есть и побочные эффекты, и обратная сторона у каждой из этих преимуществ. И самое главное из них, как мне кажется, это то, что люди находятся сейчас в состоянии какой-то гонки, гонки конкуренции. Все делают все быстрее, больше, больше контента, больше товаров, больше услуг, более дешево, более качественно. Все вот это вот больше. И мы, как потребители, от этого даже выигрываем. Это здорово, когда все за нами бегают, все упрашивают нас что-то купить, 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 получаем лучшие цены, мы получаем постоянно скидки. И это все клево. Но давайте посмотрим на ту же самую проблему с точки зрения работников этих компаний. Мы все находимся и по ту сторону этого производственного процесса. Возьмем, например, какого-нибудь фотокорректора, человека, который обрабатывает фотографии за деньги. Он нанят на полный рабочий день, и у него, не знаю, там каждый день ему нужно обработать 100 фотографий, чтобы выполнить свой труд. Раньше он делал это за 8 часов. Сегодня он может сделать это благодаря искусному интеллекту за 5 минут. Он просто показывает классные фотографии, которые ему нравятся искусному интеллекту, после этого нажимает на кнопку «Сделать так же», и все остальные фотографии магическим образом становятся такими же обработанными. И у человека остается примерно 7 часов 55 минут, чтобы делать ничего. Но, к сожалению, это не значит, что человек будет свободным, будет гулять по паркам, кататься на скейтборде, кушать мороженое, курить вейп. Он, скорее всего, окажется в двух сценариях. Первый сценарий – это когда человек будет сокращен, потому что его работа делается теперь элементарно просто, ее может делать офис-менеджер. Либо он будет заварен работой настолько много, насколько может выполнить за один рабочий день. И вместо того, чтобы классно и творчески подходить к процессу обработки фотографий и чувствовать свою важность вклада в это дело, он будет просто фигачить по клавиатуре, фигача по 100 фотографий в 5 минут. Мы рискуем оказаться с огромным количеством людей без работы на улице в условиях сегодняшнего кризиса. Почему это так? Если мы посмотрим на картину с точки зрения экономики, у нас есть конкретный объем спроса. То бишь, нашего желания с вами что-либо купить. Посмотреть контент, купить курсы образовательные, поесть вкусную еду в ресторане, может быть, не очень вкусную из магазина, не знаю, Дикси. Все это некий спрос, объем спроса, который есть на нашем рынке. И он же не увеличится от того, что сейчас кто-то научился делать что-то более эффективное. Он не увеличится, даже если это станет дешевле, потому что нам не нужно больше картофеля или больше еды какой-то, чем то, что мы можем потребить. И в этой ситуации, особенно в условиях кризиса, спрос точно не растет, он, скорее всего, еще и падает. Поставьте себя на место компании, в которой случилась такая история. И вы узнали, что ваш конкурент работает очень эффективно, он сейчас делает свою работу сильно быстрее, сильно лучше. И что делает этот конкурент? Он, скорее всего, снижает цены на свои услуги, потому что он может себе позволить. За счет чего? За счет того, что он уволил того самого фоторедактора, который сегодня больше не нужен, потому что его работа может делаться одной кнопкой. Что сделаете вы, как конкуренты? Вы видите, что у кого-то цена упала на 10%. Вам тоже нужно снизить цену на 10% для того, чтобы соответствовать рынку. Наверное, вы тоже уволите своего фоторедактора, а вместе с ним еще кого-нибудь, да, еще кого-нибудь, чью работу тоже забрали, искусственный интеллект и их технологии. Казалось бы, да, раньше какой-нибудь человек, какой-нибудь, не знаю, мужик, оказавшийся без работы, может, и девчонка тоже, что они делали? Ну, открывали, не знаю, какой-нибудь там Яндекс.Такси, нажали кнопку «Пойти работать», короче, выходили на улицу, брали машину и ездили на ней. Но сегодня и эта работа может оказаться под угрозой, потому что машины завтра могут ездить уже без водителей, потому что они уже сегодня это делают по Москве спокойно. И мы оказываемся все больше и больше в ситуации, когда у нас не так уж и много опций для того, чтобы зарабатывать деньги. И при этом нам не сильно они падают с неба, вроде бы, да, на сегодняшний день. Это главный вопрос, для меня тревожащий. Чем будут заниматься 8 с хреном миллиардов людей на планете в условиях, когда их работу будет делать искусственный интеллект? К этому все и шло. Я имею в виду, автоматизация любого производства, она и развивается. Только если бы люди, опять же, не были бы жадными, то тогда бы автоматизация производства шла на благо. И глядя на какие-то странные фильмы, типа там «Бегущий по лезвию 2049» или «47», индустриальные какие-то улицы, города, в которых люди ходят, что-то, короче, делают, у меня вопрос, а чем они там занимаются? Я не понимаю. Это будущее, в котором все делают машины, но тогда что делать люди? И если об этом подумать, исторические производства и потребления были в руках одного и того же человека. Это было натуральное хозяйство. Эти круги были полностью пересечены во многом, в большей мере, потому что даже в древние времена были какие-нибудь там, не знаю, короли, цари, герцоги и прочие хрены, которые забирали у населения существенную долю их производства. В виде натурального хозяйства, в виде зерна, в виде там, не знаю, животных, которых они могли забрать, в виде золота. Они что-то отнимали, но тем не менее человек сам себя прокармливал. С развитием технологии, с развитием технологического какого-то прогресса, эти круги все больше и больше расходятся. И сейчас мы производим какую-то очень маленькую запчасть тому, что мы потребляем. Чаще всего мы даже сами не потребляем то, что производим, да, происходит некий обмен. То есть мы можем строить машины, но при этом мы сами вообще не имеем машины. А мы при этом едим картошку, стейки и что-то еще. И это уже такой серьезный разрыв потребления, но тем не менее мы хотя бы занимаемся участием в этом производстве. А теперь представим ситуацию, в которой человек вообще ничего не производит. То есть он является неким плюшевым субъектом, который, ну, просто отдыхает, да, что вообще в принципе не очень возможно в условиях нашей человеческой природы. Такие примеры есть, они очень грустные. Мы можем представить, например, свиноферму. На свиноферме, казалось бы, вот как раз тот самый пример. Поросюшки что-то кушают, но они никак не участвуют в производстве. То есть они ничего не делают для того, чтобы что-то произвести. Казалось бы, сам этот цикл разорванного потребления и производства, если посмотреть с высоты птичьего полета, является сам по себе производством, в котором поросюшки являются, ну, к сожалению, вот этим грустным сырьем, которое потом оказывается на тарелках у потребителей в ресторане. Честно говоря, страшно думать об этом в контексте человечества, которое тоже может оказаться на пороге разрыва потребления и производства. Матрица в том числе об этом, Облачный Атлас в том числе об этом. И мне кажется, братья Вачовски как раз содержима этой идеи, этого грустного, печального будущего, в котором человек станет некой батарейкой. И мне кажется, что что-то немного сломано в нашей человеческой природе. И, наверное, название этому сломано, это ненасытность. Потому что мы постоянно стремимся к чему-то большему. Больше перформанс, больше успеваемости, больше товаров, больше услуг, больше контента. Но проблема всего этого в том, что мы уже не успеваем все это дело употреблять. Покупать, смотреть, кликать, лайкать, фоловить. И мы находимся в ситуации безумно избыточного предложения на рынке, при том, что спрос находится на одном и том же уровне. Я, если честно, не знаю, куда приведет нас это будущее. Забавно то, что мы на всех парах в это будущее уже направляемся, и обратного пути у нас нет. Мы не можем просто взять и сделать вид, что этой технологии не существует, зажаться от нее, спрятаться куда-то просто, потому что мы потеряем конкурентоспособность. Мы вынуждены идти по стопам других первооткрывателей на каждом рынке, которые, к сожалению, неизбежно будут. Я не видел ни одного примера в истории человечества, когда кто-то мог просто договориться о чем-то и чего-то не делать. Это же библейские мотивы Адама и Ева ровно о том же. Есть то самое, не знаю, явление трагедии общин, когда мы знаем все, что что-то делает плохо для общества, и не нужно дергать какой-то триггер, потому что это, скорее всего, сделает плохо всему человечеству. Но мы всегда наблюдаем то, что кто-то этот триггер дергает, и что-то это происходит. И в этой ситуации не стоит даже надеяться на то, что все договорятся и решат, просто дальше не развивать что-то. Мы, к сожалению, вынуждены просто сейчас идти по стопам, впевать за этой технологией и надеяться, что она не доведет до какого-то апокалипсиса, который в том числе некоторые вангуют в ближайшее время из-за развития этих технологий. Я в это не сильно пока что верю. Но давайте будем смотреть, что будет дальше происходить. Я больше не буду затягивать это видео своими сложными рассуждениями. Спасибо вам всем за то, что вы его посмотрели. И я буду очень рад, если вы по-челленджите мою идею, если вы каким-то образом аргументируете свою позицию и выразите свою точку зрения в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, потому что на нем будет много достаточно всякой разной информации. В ближайшее время много сюрпризов, которых я не могу сейчас пока что говорить. Я их вынашиваю на уровне идей. Но как только они созреют, я буду обязательно об этом с вами делиться. Так что спасибо вам всем за просмотр и увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok